Валик Алексеевич, декан коммунитарного факультета Санкт-Петербургского государственного университета в области коммуникации. Валик Алексеевич, декан коммунитарного образования коммуниткативного способства, которое мы говорим в начале первой части нашего расстояния, тоже очень важны. Необходимо общаться с людьми, получать информацию не только на родном языке, но и на иностранных языках, но уже на нескольких языках. Функция воспитательная, о которой Кранко упоминалось в начале, не представляется сомнительным решением. Действительно, только личным примером преподавателей можно такие же образы воспитывать. Тот самый специализм, которого абсолютно не хватает. Но не хватает и преподавателей способностей и стимулов передавать этот опыт правильным и эффективным образом. Мне представляется проблематично реализация этой функции. Я хотел постановиться на пункт других. Мировоззренческая функция, то есть относящаяся не к прикладным аспектам языкового, логистического или экономического свойства, а некая общая рецептуальная схема, в которой устраиваются все элементы деятельности человека, без реализации которой невозможно. Нет возможности реализовать эту мировоззренческую функцию ни в рамках одной из естественно-научных дисциплин. Это дело философии, культурологии, истории. Дайте только, простите, по предыдущему вопросу, но это данная концептуальная лампа, куда можно строить все остальное, без которой все остальное не срастается. И человек становится узким специалистом в своей области, с трудом соотносящий свою профессиональную деятельность, с деятельностью своих коллег, и с трудом понимающей функцию цель и направление того, чем он занимается, почему он прикладывает эту сумму. Я думаю, это тоже более или менее очевидно. Как реализовать этот другой вопрос? Что происходит на современном этапе реформы, называемой, высшей школы? Нам предлагают очередной третий по счету федеральной государственной образовательной страны государства, где заявлены на некий компетентностный принцип обучения будущих специалистов в замену квалификационному принципу, которому предыдущие исследовали первые два основных классного пола. Что это означает? То самое, что вместо того, чтобы вкладывать и потом проверять степень усвоения определенного набора знаний, умений и навыков, как написалось в такой очереди, в данный набор, что указывается на английской школе, знает о чем я говорю, что мы теперь учим учиться, мы теперь учим трансформироваться в свою профессиональную деятельность, обучаясь ежедневно, обучаясь тому, что необходимо для того, чтобы поддерживать профессиональную компетенцию в своей сфере. Без этого никак. Мир слишком динамично развивается, большими потоками информации приходится осваивать, и поэтому уметь ориентироваться в этих потоках является, наверное, базовой компетенцией, которую мы должны развить у наших студентов. Что же происходит? Мы имеем дело с перечнем этих компетенций, которые разбиты на общекультурные профессиональные, причем общекультурных, практически столько и столько профессиональных. Для каждого федерального образования образовательного стандарта по каждому направлению профессиональных препаратов и магистрикам есть свой перечень, свои формулировки. Учитывая с них, мы понимаем, что они изгоданы непрофессионально, происходим образом, привязаны к довольно многому направлению и так далее. Как предлагают нам проверять эти знания? Нам все более и более на принудительном порядке навязывают систему тестирования. Тестирование замечательной физики и математики. Возможно, тестирование должно применяться для оценки знаний по иностранным языкам, вредник других специальностей. В чем? Я не специалист, поэтому могу здесь даже не исправить. Скорее всего, это не так. Я не настаиваю. Это совершенно невозможно. Я по названию философ. Философия в истории культурологии – это совершенно невозможно. Все специалисты на любом уровне, встречаясь друг с другом, спрашивают у друга о в кулуарах и во время заседаний различных конференций. Одно это. Мы хотим увидеть тех людей, которые составляли эти тесты. Мы хотим знать, кто это. Мы хотим посмотреть, какие в глаза. Тесты по философии составляются почему-то в лучшем ролике. Для меня это тема. Тем не менее, эта система, как предполагается, будет развиваться. Если на выходе из бакалавриата, как заявлено несколько раз руководителем Министерства образования и науки, она будет на выходе после бакалавриата также в соответствии с той схемой, которая предположена на выходе из средней школы. То есть, некие тесты, которые будут обновляться на первый год, которые якобы будут своими в соответствии с общей культурной компетенцией не будут. Не будут. И вот в этом, пожалуй, главная проблема, связанная с мировоззренческой функцией, которая продолжается в унитарной дисциплине. Еще одна более важная функция, аспект, который, наверное, учитывался при создании образовательных стандартов. Функция, которая по аналогии с антротным принципом естественных наук, можно назвать антротным или, если угодно, человеко-дворческой. Гуманитарные дисциплины, целенные на человека. Они должны создать человека, вписанного, адаптированного в той системе ценностей, которая учит в основе каждой скульптуры. И как ответить за эту задачу? Пожалуй, самому главному. Только, как мы понимаем, без этого преслонутого человеческого фактора происходит катастрофа. Ракеты не летают, поезда терпят сокрушения. И это, в целом, объяснивает все остальное, то, чем занимаются по искусству и те, кто занимается эксплуатацией различных технологических целей. И вот это самое главное, которое представляется, совершенно нивелировано в сложившейся практике. Проподавание катастрофы. Как это исправить, я честно сказать, это предмет реактивного катастрофа. Спасибо. Спасибо. Спасибо.